Мы находимся на береговой экспедиционной базе Когольник Южно-научного центра Академии наук. И в эти дни здесь проходит конференция международная с участием представителей большого количества стран, которые изучают организмы, экологию Черноморско-Азовско-Каспийского региона. Конференция проводится в рамках программы Европейского сообщества «Горизонт-2020», которая направлена на изучение всего Черноморско-Азовско-Каспийского региона. И они на протяжении нескольких лет работали, выступали и в Румынии, и в Грузии, в Азербайджане, в Казахстане, в Таджикистане. И в этом году по плану у них российская часть, поскольку мы связующее звено между Азово-Черноморским и Каспийскими регионами. Это уникальная среда. Здесь живет уникальный комплекс видов животных. Многие виды живут только здесь, и они уникально адаптированы к местным условиям. Но сейчас есть проблемы, есть биоразнообразие. Но сейчас всему этому биоразнообразию угрожает вымирание, кризис биоразнообразия наступает. И одной из задачи проекта является понять, как эта биота пытается выжить и приспособиться к новому условию. Это очень важно для нас, потому что, к сожалению, сейчас у России сложилась такая ситуация, когда мы из-за вот этих проблем в 90-е годы сильно отстали в технологическом уровне, в современной науке. И наша методическая база отстает от того, что делают на Западе. Если мы сейчас используем классические методы, можем реконструировать возраст или скорости какие-то, или события с разрешением тысячи, десятки тысяч лет, то они уже переходят на сотни лет, годы, понимаете. И вот вовлечение такого крупного коллектива международных ученых, оно привлекает внимание к нашим объектам. Они с огромной радостью делятся своими навыками, умениями, приглашают наших студентов и нас тоже на стажировки, работают с нашими образцами. То есть я считаю, что это огромная заслуга организаторов, то, что вот они привлекают интерес к нашей тематике. Соответственно, наши отечественные результаты за рубежом, они более серьезно воспринимаются и находят большее понимание. Огромное удовольствие принимать участие в этом мероприятии, потому что здесь представлена целая группа различных тематик, и разных направлений, ученых. Огромная страна с разными школами. Разные школы. Да, и сушат науку западную и восточную. И вот группа студентов, которые работают в рамках этого проекта Pride, тоже большая группа, состоит из 15 человек и очень разнонаправленных исследований. Редактор субтитров А.Семкин